Я думаю, что закрытия границы сейчас не будет, ни сейчас, ни в ближайшие недели. Но готовиться как раз-таки белорусы должны к закрытию границы. То есть, да, была прочерчена красная линия, и здесь я полностью согласен с Александром с тем, что ключи в Москве. То есть Москва рассматривает в том числе войну в Украине как часть российско-западной войны. Это конфликт не в Украине, не о будущем Украине, это, конечно, тоже, но в первую очередь как российский конфликт с Западом. И Беларусь здесь, по сути, может выступать вторым фронтом. Когда это будет нужно Москве, мы не знаем. Я не думаю, что в какое-то ближайшее время. Но когда Москва решит, что пора открывать второй фронт, пора как-то задействовать белорусскую систему, белорусский режим, то Лукашенко не сможет сказать нет. Он не в том положении, чтобы говорить нет Москве. Поменялись кардинальным образом отношения Москвы и Минска после как 20-го года, так и 22-го года. Лукашенко больше не человек, который может принимать такие решения, касающиеся как белорусской национальной безопасности, так и внешней политики. Но когда вы говорите, что речь идет о конфликте России и Запада, то есть вы автоматически Беларусь причисляете к России, да? Конечно, потому что Беларусь полностью является полным союзником как в войне в Украине, Российской Федерации, так и, соответственно, в войне, даже не Беларусь, а Лукашенко. Тут необходимо провести линию. Это все-таки Лукашенко, который для своего вызывания политического полностью ассоциировался с Москвой. Поэтому если Москва скажет, что Александр Григорьевич, как она сделала, в принципе, в феврале 22-го года, я не думаю, что Лукашенко знал о том, что Москва собирается атаковать и идти на Киев в феврале 22-го года. Он, я думаю, узнал об этом буквально, наверное, за несколько часов до этого. Просто сказали, сделайте это, сделайте то, и большое спасибо. Не ожидаю ответа. Да, ну а как быть, вот, когда мы полностью причисляем Беларусь к России, как быть с тем фактом, что часть беларусов воюет на стороне Украины, часть беларусов выехали из страны, в том числе и политики, или общественные деятели, и публично выступают против этой войны. То есть насколько это справедливо, вот так вот проводить эту черту, и Беларусь просто автоматически туда. Я согласен, это несправедливо. И поэтому здесь как раз-таки необходимо проводить четкое разграничение, в том числе для стран Запада, что есть разница между режимом Лукашенко и беларусским народом, беларусскими людьми, которые как часть, как некоторые балтийские страны говорят о том, что они под оккупацией Лукашенко. А Лукашенко оккупирован, соответственно, Россией. Соответственно, здесь должна быть политика, которая проводит разграничения. Когда мы говорим, что это не война Путина, а война Российской Федерации, и российский народ участвует в этом, это правда. Когда мы говорим, что беларусский народ не хочет этой войны, не хочет участия, и в принципе просто находится в режиме террора, его терроризирует лукашенковский режим и Россия, и у него нет никакого выбора, это необходимо. Западные страны должны это четко осознавать и вводить как краеугольный камень своей политики. И когда говорим мы о закрытии границы, это популистическая мера, потому что, на мой взгляд, есть более, может быть, тяжелые в плане выполнения, но правильные решения с точки зрения даже гуманитарной. Какие? Я бы сказал так. Все-таки, когда мы говорим про две угрозы, как Вагнер плюс контрабанда, на мой взгляд, Вагнер сегодня, это, конечно, угроза, но не сиюминутная. Вагнер все лето был своего рода военно-пионерским лагерем и никак не угрожал Польше. Соответственно, решение должно включать тот факт, что граница для белорусских граждан не может закрываться. Закрытие транспорта будет болезненным ударом для Лукашенко, для белорусско-китайских отношений, возможно, для московско-пекинских отношений, хотя и маргинальным. Но вот закрытие транспортных путей, да, это может быть экономическим ударом, но почему граждане должны сейчас страдать? Это, я думаю, как раз-таки поэтому и немножко произошел откат в публичной позиции Балтийских и страны Польши. Варшава не только использует метод кнута, но и метод пряника. То есть появилось сообщение вчера, по-моему, да, только, что Варшава может открыть снова некоторые пропускные пункты, если Александр Лукашенко выполнит два условия, в частности, уведет из Белоруссии вагнеровцев и прекратит провоцировать мигрантов, прорывать границу, да. Ну, это недословная цитата, но об этом шла речь. Пойдет ли Александр Лукашенко найти условия для того, чтобы открыть границу с Польшей, или это такой риторический вопрос? Да, это риторический вопрос, я это просто невозможно выполнить. И опять же, возвращается к тому, о чем мы говорили. Даже если он бы как-то хотел, это вопросы даже об участии и санкциях, которые были уже наложены на Беларусь, существенных, чувствительных, намного более чувствительных, чем вот потенциальное закрытие границы, связанное с белорусским экспортом. И мы помним, какие выставлялись риторические условия. Лукашенко, даже если как-то хотел бы, он не может это выполнить. Поэтому мы остаемся вот в той точке невозврата, потому что две стороны просто, каждый из сторон занял оппозицию, и мы просто ждем, когда все это может, в принципе, впыхнуть. Ну, Григорий, электоральная кампания ждет не только Польшу, но скоро и Беларусь, и Россию, да, там тоже выборы предстоят в начале 2024 года. Исходя из этого, к чему готовится белорусам? Ну, это сложный вопрос, потому что, опять же, главный акцент будет, я думаю, на переизбрании Владимира Путина, которое он хочет сделать просто с иголочки, без каких-либо проблем, чтобы его ничего не волновало. И в данном случае какие-то новые проблемы ему, в принципе, не нужны. Я думаю, что это будет главным моментом. Но многое зависит от хода войны. То есть, если вдруг мы узнаем, что опять каким-то образом российский фронт под угрозой, если вдруг окажется, что Украина достигла большего успеха, чем нужно, мы увидим как дестабилизацию путинского режима перед выборной ситуацией, так и своего рода переход этой ситуации на Беларусь. Это затронет всех. Поэтому, я думаю, белорусам нужно понять, и я думаю, это сложная достаточно идея, но Беларусь, как бы они ни хотели, они являются части российской войны против Запада. И в какой-то момент эта война затронет их более существенно, чем сейчас. И когда это случится, они должны быть к этому готовы. Это тот печальный факт, на котором я бы остановился. Продолжение следует...